Привет, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте видео, ссылка на телеграм в описании. Многие время от времени заходят в секонд-хенд, там действительно можно найти качественную одежду и даже новую. Однако есть одна проблема – избавиться от неприятного запаха секонд-хенда иногда очень сложно. Вещи, которые попадают в секонд-хенд, проходят специальную санитарную обработку, их обрабатывают формалином и паром, именно это и добавляет им неприятный запах. Многие люди не хотят заходить в секонд-хенды именно из-за этого запаха. Сперва нужно замочить вещи в нашатырном спирте, на 5 литров теплой воды будет достаточно 1 столовой ложки 10% нашатырного спирта, вещи из натуральной ткани нужно замачивать час и синтетической 6 часов. После этого вещи нужно развесить на свежем воздухе и просушить 2-3 часа. Дальше нужно постирать их в стиральной машине. Добавить нужно сразу 2 дозы порошка, не лишним будет и антисептическое средство. Стирать вещи нужно при максимальной температуре, которая доступна для этой ткани. После этого нужно включить дополнительно полоскание. В стиральную машинку также можно добавить двойную дозу кондиционера для одежды или несколько капель эфирного масла, чтобы добавить более приятный запах. Срочно подписывайтесь на наш Телеграм, чтобы первыми получить информацию. После стирки вещи стоит просушить на солнце 2-3 дня. Еще одним отличным вариантом является ароматизированная морская соль. Если у вас около 5 кг одежды, то нужно будет добавить 1 кг соли. В таком растворе вещи нужно замачивать часа 2, после чего постирать в стиральной машине. Лучше использовать соль без красителей, чтобы она не повлияла на цвет ткани. Стоит отметить, соль также позволяет снять чужую энергетику из вещей с секонд-хенда. Еще можно приготовить раствор из средств, которые есть на кухне. На 10 литров воды вам понадобится 100 мл уксуса, 100 г соли, 50 г соды. Вещу нужно замачивать около 8 часов. После этого их нужно хорошо выжать и перестирать. Ткани из вискозы и хлопка нужно после стирки и сушки выгладить утюгом при максимально допустимой температуре с сильным паром. Изделия из кожи натурального и искусственного меха нужно отправить на мороз на 2-3 дня, после этого их нужно положить в герметичный мешок, в который можно подложить ткань, пропитанную эфирным маслом. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь остроумно всегда с вами, до встречи!